Я напомню, что с 8 марта в России возобновлено действие кредитных каникул для населения, для бизнеса, которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный кризис. В каком случае вам могут отказать? Объективно обстоятельств только три. Для гражданина два и одно для бизнеса. Для гражданина вам могут отказать, если снижение вашего дохода не подтверждается документально или если сумма вашего кредита больше тех пороговых значений, которые установлены правительством Российской Федерации. Для бизнеса основание для отказа только одно – ни основной, ни дополнительный аквет не попадает в перечень, установленный правительством Российской Федерации. Когда речь идет о размере кредита, имеется в виду первоначальный размер на дату его выдачи. И второе, если вы брали по этому кредиту каникулы в ковид, это не лишает вас права воспользоваться повторно действующими каникулами в рамках текущей поддержки граждан и бизнеса. Основания разные, каникулы должны предоставляться независимо одни от других. Если вам пришел отказ или возникло какое-то недопонимание с банком или микрофинансовой организации по любой другой причине, это скорее всего нарушение. Обращайтесь в Банк России через интернет-приемную. Мы обязательно разберемся с каждой жалобой. Там, где нарушение будет установлено, дадим соответствующий сигнал кредитору, что каникулы нужно предоставить. Если нарушения нет, мы объясним, почему их нет и какие возможности остаются у человека или предпринимателя. На самом деле возможности есть и в этом случае. Во-первых, мы рекомендовали банкам в тех моментах, когда нет соответствия требованиям закона о кредитных каникулах предоставлять реструктуризацию по собственным программам. Это тоже хорошо работало в ковидный кризис, потому что большая часть каникул тогда была именно по собственным программам банков. Также хочу напомнить, что наряду с антикризисными каникулами с 2019 года действуют постоянные кредитные каникулы по ипотеке. Там сумма для кредита установлена на уровне 15 миллионов рублей. Это практически все ипотечные кредиты за исключением очень дорогой недвижимости. И если вдруг сумма вашего ипотечного кредита выше порогов для антикризисных каникул, то можно воспользоваться каникулами по постоянно действующему закону.